здравствуйте мои дорогие зрители и зрительниц моего канала жангель номера с вами жанна из германии сегодня такой интересный весенний день то солнце выглядит то нет сейчас солнце спряталось но все-таки весна идет своим ходом цветочки цветут крокусы подснежники у меня в саду потом еще такой цветок называется христианская роза по-моему морозник по-русски если взять название то он цветет начиная с декабря красиво-красиво есть такой интересный фильм кстати снят ты по-моему там были кадры лес девушка собирает морозник но такая грустная история там как разбивается мечты прекрасной девушки о реальности о реальность ну просто меня это картинка заворожила что-то я про фильмы начала а продолжаю я тему серебряные украшения я уже рассказывала о двух фирмах ювелирных вот это вот сайта ювелла такое вот колечко с александритом и значит вот такое серебряное колечко от сае 24 александритом называется фирма дизайнер сходила я кстати вчера найти два сайта на ювелла были интересные сережки с танзанитом кстати золотые золотые золото такое слабенькая знаете 300 какая-то вся то пробовать потушение золота даже вот было за 90 я люблю кстати серьги вот такие вот не гвоздики а чтоб свисала это бижутерия просто я люблю вот такие и такие серии серьги редко бывают с другими серьгами у меня как-то выходит незадача толщина ухо видимо большая и я все время боюсь что они слетят с моих ушей так что вот заходите посмотрите и ну раз интересно посмотреть что там продают что новенького них какие новые дизайны появились но вот александр что там его как-то с идеями и не в моем вкусе вот продолжим значит неизвестные фирмы собрала я тут украшение серебра плюс золото это бижутерия сделаю я видео бижутерии кому интересно мне кажется вот это вот колечко интересное для бижутерии тем более стоит совсем недорого скидка был вообще какие-то позорные одно евро с этим такую позор позорняцкую бижутерию нашу за 1 евро что относил да выкинул или принес дизайнеру сказал хочу такое он сделал вот расскажу значит историю как-то я заказывала по-моему фирма называется агнез а косметическое там присылали украшения в подарок и было интересное кольцо и мне это кольцо понравилось я принесла дизайнеру и сказала я хочу такое кольцо вот конкретно такое сделай копию и он сделал это уже не бижутерия смотрите она такой оригинально наверно сделаю еще потом найду участие к нему которые сюда вставляются которые остались от бижутерии в общем это кольцо у него куча куча вариантов вот даже с этим ну это уже золото вот смотрите какие идеи вы можете носить просто вот так вот это кольцо можете вот так вот носить можно значит вот так уже видите он такой трансформируется вытаскивается тяжелое делала я это кольцо заказ у ювелира у знакомого и по моему обошлось мне оно заказ 100 евро материал конечно по моему я что-то свое приносила да серебро свое приносила золото свое переделать и в общем то вот сделала оно очень тяжелое потом кто-то увидел значит это кольцо и сказал о какое классное и это этому же ювелиру заказали еще два кольца таких но тонких видите она у меня очень толстая я люблю куплены массивные украшения такое вот оно толстенько видите так что вот что хочу сказать что в бижутерии есть интересные дизайны можно потом принести и заказать уже из хорошего материала золото серебра бронзи но хочу сказать что ювелиры конечно в германии тут даже в нашей деревне очень креативные очень интересные цены я не знаю сколько стоит хочу сказать что какая цена была переделки сережек покажу я их потом как-нибудь я боялась что эти сережки выпадут они были интересные красивые я их не носила я переделывала застежку и обошлось это мне в 170 евро переделка вот такие цены но я еще ходила к ювелиру который находится прямо в центре города у него фирма по моему 30 или 40 лет уже работает и все на одном и том же месте так это кольцо показала вот это кольцо интересное смотрите 5 волков серебро это производство Китай в Китае я его покупала я кстати советую покупать вам украшение тех стран в которых вы были и путешествовали это кольцо дорогое оно дорогое 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 там в общем такая фирма торговала во первых это покупалось не где-то на развалах а в каком-то крупном универмаге в Дальяне был стенд и вот такая такие украшения были интересно там было очень много интересного украшения тоже подружка купила там тоже интересное украшение по моему она меня и нас навела на это на эту фирму вот там изнутри видите со временем конечно погнулась но носила я его очень много здесь тоже ну раз ношу она мне нравится стоило дорого 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 но я считаю что такую работу интересную вот такая вот работа например если немцы делают я на выставке была мне она очень кольцо понравилось но я не расслышала цену и какая-то фирма она помните сельдорфе находится у них такие шикарные украшения интересные ну там такие цены извините меня за кольцо серебряное 500 евро так что вот такой браслетик вы наблюдали тут значит три камня передод цитрин и аметист по этой стороны передод зелененький желтенький цитрин и такой розоватый это аметист думаю что это все-таки искусственно выращенная такая интересного цепочка смотрите она вроде толстая но такой же обманный эффект она ведь изнутри такой же стиль сделан также примерно сделано изнутри но вы знаете самое интересное что так она смотрится ненец обращает на нее на нее внимание в магазине приходишь например кавков или карштаб хотела я еще докупить подвески сюда чтобы вешать можно какими-то зверюшками интересными что за браслет мы такой никогда не видели ох ох что это такое вообще ну подобрать сюда подвески нереально ну впрочем то они хорошо смотрятся так вот это вот змеюгу драконище видите такое драконище такой интересный дракон серебряный тоже видите там так вот сделано дутенька ну чтоб казалось массивным такая интересная работа смотрите серебро тоже покупала я на год змеи чтобы змея была ко мне благосклонна но такая змея дракон зубастый такой смотрите зубастый красивый по-моему стоило это 30 евро покупала я манхайме на манхайм там на жд вокзале внизу есть ловчушка с каменными самоцветами и серебряными украшения какой-то там турок араб держит манхайм галерея внизу на жд вокзале в общем имейте ввиду там есть такие вот украшения ну кто-то не любит змеи но имейте ввиду что браслеты это дань змеи вообще все браслеты это дань змеи там же змея раньше была богиня и что-то в таком духе почитали но в инде до сих пор почитает змеи кобр мудрость кобры так змеюги в общем не нравится есть меня же еще одно кольцо золотое с изумрудом в виде змеи вы его видели часто такая змеюга интересная переходим к такому интересному перстню серебряный покупала я на выставке украшений минералов это у нас торт на террас в год проходит в октябре я там купаю камень и в последний день приходите и там хорошо скидывают еще в последние часы вообще хорошо скидывают я его покупала за 15 евро считаю что это вот как бы и недорого но я уломала бы еще подороже хотел продать голубой камень это у нас лазурит лазурит на востоке это камень богатства лазурит чем знаменит что из него раньше же делали краски и эти краски не выцветают все эти картины все эти роспись в италии в храмах если где вы видите что-то синее это лазурит толченый пигмент из него он не выцветает и на века по моему много что отделано в италии лазуритом самый лучший лазурит это именно из афганистана вот на выставке камни там продают очень много лазурита с афганистана красивые красивые если ювелирка впадете посмотрите сколько стоит лазурит он каких-то безумных денег стоит на выставке он дешевле но на выставке вход 6 евро имейте ввиду можно забить значит минерал месса в куколь поисквике и вы увидите лист терминов где в каком городе бывает эта выставка во франции кстати тоже бывает я знаю покажу я что там прикупила интересного когда сделал и докончил украшение чем это кольцо еще интересно посмотрите здесь малахит тигровый глаз коралл и думаю что еще сердолик черное не знаю но в общем оно такое очень красивое сегодня у меня грохнулось она со второго этажа думаю все там расколотился камень ничего не произошло не откололось вот такой вот красивый лазурит если у меня покупала там я лазурит еще сделала украшение синенький такой покупала значит бусы и сделала само украшение чем я занимаюсь покупаю там натуральные камни ну с каждым годом выставка какая-то бедновато становится я уже там была два раза в первый раз когда я была года три назад там был человек с мексики и у него интересные украшения были и африканцы были в общем так вот переходим далее вот это вот я не знаю кто делает эти украшения покупала я на сайте здесь в германии ну русский магазин какой-то книжки заказывала заодно сказала вот такие сережки они очень плохого качества вот это вот основа серебряная а это тигровый глаз камень у меня вылетел пришлось покупать клей специально ювелирный и сажать не знаю насколько как долго все это продержится тигровый глаз мне нравится у меня есть украшения сделаю я как меня просили про кумини самоцветы какие полудрагоценные камни есть что у меня есть вот там и покажу вам красивые тигровые камни тоже недорогой камень так вот это вот у нас мастера российские и кстати интересное кольцо оно конечно облезло ну что ему уже лет сколько ну здесь это точно есть вот такой интересный дизайн дизайн вот эти вот были покрашены таким розовым золотом видите все это облезло хотя такой вот интересный дизайн но то время было он интересный в принципе сейчас он интересный к нему были куплены вот эти сережки но это ужас ужасный почему вот здесь вот крепления очень слабые у меня такое чувство что они скоро сломаются но смотрятся они интересно поэтому я их боюсь носить это вот российский дизайн вот видите они вот тут эти шарики которые крутятся они такие вот розовато-золотые под русское золото так что еще ну вот это все такое вот обыкновенистое но я это храню иногда ношу это всем известный скоробей с египта покупала я сейчас скажу вам где сафаги что же отель как назывался lotus bay по-моему назывался есть у меня обзор на этот отель вот здесь вот нажмите посмотрите вот там вот этого скоробейку покупала этого водолея такой интересный водолей я скажу какого он года он куплен моим отцом в Болгарии софта в командировку по работе и привез в подарок вот такого мне водолея это водолей 88 или 89 года иной раз я его ношу вот видите он такой люблю я вот такие люблю чтоб с двух сторон можно было носить не нравится мне бывают жена эти такие красивые подвески а с другой стороны какая-то ерунда ну это вот такой вот веселый ключик по-моему мне мама его подарила или кто-то там из ее подружек так так тоже российский дизайн лет тоже наверное 15 что обманываю вас ну где-то пределы 10 кстати я ездила с ними с этим набором вот видите камень вот так вот крутится он такой цирконий когда я купила потом подружки понакупали такие же украшения там в трех цветах было вот такое розовое золото желтое золото в общем серебро позолоченное скорее всего даже до сих пор продает этот дизайн у меня вот этот камень один раз вылетел но ничего я так зажала потом так историю хотела сказать ездила я на локодивы вы здесь нажмите ходила я в этих серьгах и они у меня так страшно ужасно почернели а почернели я знаю из-за чего ну из-за климата там были какие-то озеро как бы локодивы и мальдивы это же вулканы остывшие там в центре этого острова это остывший вулкан верхушка и значит озеро там в центре ну сероводородное я так думаю что вот эти сероводород вот этот частицы этого в воздухе они учернили вот эти вот сережки они приехали назад в германию черные черные приехали и я их в воду специально замочил для украшения стало еще только хуже покажу я вам средства которые чистят замечательно и они реанимировались ну сережки в таком же стиле видите крутятся камешки кстати вот такие вот люблю тоже застежки вот у немцев таких застежек нет и что хорошо когда вот вот этот язычок еще ослабляется вы можете еще так чуть-чуть еще поджать и еще можно их носить ну стирается конечно со временем да да так что еще это прекрасное украшение видите оно подходит к этому браслету подарил мне муж перед свадьбой и тут видите сами тоже ну это настоящий жемчуг серебро значит тоже передот передот аметист ну в общем смотрите сами аметист первый передот наверное гранат топаз голубой цитрин цитрин и далее пошло так же вот эту застежку я люблю хорошая застежка вот такая как-то я конечно опасаюсь чистить эту цепочку потому что тут все-таки жемчуг так она такая нежная красивая моего мужа хороший вкус все такое такие интересные каши и покупают так когда сам покупает основная цена заказываю говорю вот я это хочу ну как-то уберегая его от лишних трат времени так вот это вот интересное украшение Санкт-Петербурга это торговый торговый ювелирный дом Ананов очень известный очень-очень известный на Невском стоит у него магазин когда вы туда заходите это как музей ценников там кстати нет на сайте у него ценников нет бриллиант здесь бриллиант ну такой маленький вот это вот яйцо оно серебряное и не знаю я кому то ли это серебро позолоченное то ли золото неизвестно надо смотреть пробы эх что хочу сказать смотрите то ли нельзя носить этот кулон на коже только на одежду ну вот видите вы дефекты красивая вроде работа вот эмаль отвалилась буду в Питере зайду я в этот дом Ананова вот это его коробочка по-моему или его не знаю да это его коробочка видите она у него кстати магазин был во Франции по-моему два года потом закрыл я так думаю что он делает копии украшений российской аристократии но у него такие украшения не модерновые на таком стиле есть конечно для там как он говорит ой нос чешется в общем то на ютубе посмотрите наберите Ананов и увидите его видео его там иногда приглашают на интервью но он такой детчика конечно у него оригинальные взгляды на жизнь такой сталинист типа у нас разучились работать ну наверное разучились не знаю но я считаю что для дорогого украшения такое качество в общем то зайду или напишу ему письмо что они напишут мне по поводу этого потому что она не так часто и носилась но красиво смотрится я одену видите как нибудь я его одевала кстати видео оно красиво оригинально смотрится и сразу люди с художественным вкусом сразу сразу уже обращаю внимание на это ну основные художники сразу такое что такое интересное ну и тем более в нашей глухомании в деревне русийской привозской республики такие вещи конечно выдавали интерес но носилась не так часто и вот видите по моему это его разработка она была я не знаю интересовалась у него сейчас продаются такие кулоны по моему чуть-чуть дизайн изменен думаю напишу когда я ему письмо что он что они ответят потому что он сам сейчас пенсионер вроде как там следит не следит но в то время он не был пенсионером сколько это мы сделали уже лет десять это точно есть может двенадцать буду в Питере зайду и вам кстати рекомендую не будете заходить в такие ювелирные магазины но это считается там самый круть муть конечно этот ананов он во первых огромный там высоченные потолки и вы может быть только один зритель в этом магазине мы зашли посмотрели ну цены там нет там нет цены ну потому что там очень дорогие украшения так что вот так вот закончила я своими серебряными украшениями рассказала вам пожалуй волосно аноново и потом покажу вам всякую чепухей чепухенскую бежу бежу до свидания дорогие до свидания кто хочет подписывайтесь кто хочет отписывайтесь вот так вот всем любви